Разговаривать, встречаться, вспоминать фронт, потому что раньше, мы же знаем, альтернативная история, Ленин создал Украину, и ничего, такое все сухое, никаких статистик, никаких цифр, а сейчас, прям как военный генерал. Ну, тут, я думаю, как минимум две группы обстоятельств есть, две группы причин. Во-первых, он понимает, что сейчас, когда началось украинское контрнаступление, ну, строс на вот эту альтернативную историю, на все его умствование, философия, ну, совсем уже упал. То есть и раньше это казалось, в общем-то, неадекватным, ну, то есть идет война, да, а ты там что-то философствуешь, философствуешь, значит, ну, поскольку фронт более-менее стабилен, да, то есть боевые действия идут, люди гибнут, но вроде каких-то там перемещений нет, таких больших, масштабных, заметных, ну, еще терпимо вот это вот умствование. Вот. А сейчас ситуация, когда фронт приходит в движение, когда буквально за несколько дней ВСУ отбивает, ну, там, сколько, семь, восемь, по-моему, населенных пунктов, ну, в этой ситуации философствовать, ну, это уж ты совсем неадекватно будешь выглядеть. Ну, и, наверное, он это понимает. А вторая группа причин, я думаю, связана с каким-то, что ли, отчаянием, он как-то вот, как будто, знаете, шаман какой-то бросился заклинать прямо реальность. Это, знаете, ну, какой-то такой вот характер носит, интересно, я вчера текст даже об этом написал, я посчитал, он за последнюю неделю, ну, там, чуть больше, да, полторы, три раза, значит, лично рассказывал о том, сколько танков и бронемашин украинских уничтожено. Три раза это очень много. И цифры такие, знаете, там, совсем какие-то запредельные, да, значит, то там 100, потом 200, потом сразу чуть ли не там 300, а бронемашин так вообще там больше 500, по-моему, уже назвал в последний раз. 678. А? 678. Да-да-да, ну, в общем, как он сказал, примерно 678. А, вот, я тоже обратил внимание, примерно и точная цифра. Да-да-да-да, значит, он, ну, такого раньше никогда не было, то есть все-таки он же стратег, так сказать, да, вот, а оперативные вещи должны комментировать, ну, люди уровнем пониже. А он вот тут лично сам взялся, причем, вот я говорю, он делает это с каким-то вот отчаянием, таким прям, как в последний раз, что называется. Он, вот, знаете, он утратил, это выглядит суетливо, какая-то суетливость во всем этом присутствует. То есть он, вот, он чувствует, видимо, что не производит впечатления на людей, что не верят они, и он приходит в отчаяние и снова, и снова пытается, вот. Ну, в общем, пыли тоже, вот, утратил он вот это вот, такое ощущение, утратил солидность. Вот, а в консервативной стране, ну, это вообще главное качество, которым должен обладать политик, он не должен суетиться ни в коем случае. А Путин выглядит вот именно таким, знаете, как что-то мальчишеское в этом есть, вот, как мальчишка, который вот видит, что ему не верят, да, и вот он там пытается, аргументов новых нет, и он повторяет старое, и все более завирая на все это выглядит, да, цифры там растут уже, в небесах куда-то, значит, взлетели. И я думаю, вот это такая, то есть психологическая вот эта вторая группа причин, она связана вот с пониманием, что изверил, может быть, социология какая-то там поступила, вот Киренков, например, наконец-то до него достучался, что-то показал, ну, вот, уровень доверия упал, официальная информация может быть заметна. Я думаю, он, значит, как-то вот отреагировал так, ну, он, в принципе, раздражительный бывает, когда к нему про проблемы вот приходят и говорят, вот, что, дескать, не умеете пропагандой заниматься, уроды, криворукие, значит, не верят вам, вот я сейчас вам покажу класс, ну, и вот он пытается этот класс показать, теперь, значит, вот наяривает там во все, как-то так. Аббакса, вот мы с вами, говорю же, не виделись и не проговаривали. Путин на встрече с африканской делегацией показал документ, как будто подписали, есть Стамбул, и где-то подписывали мирное соглашение, что он отводит войска с-под Киева. Вам не кажется, что это все есть подготовка россиянка к капитуляции? Потому что, к чему я веду? Что вот контрнаступление идет на юге Украины, отступают армия РФ, и вот риторика Кремля какая? А мы еще ничего не начинали, но вот мир. Мы еще ничего не начинали, но мы хотим мир, а вот вы наступаете. Я к чему веду, что потом, когда они отойдут с юга, как минимум, будет что сказать россиянам, что мы еще не начинали, и мы хотим мир, да, потому что мы отходим, потому что мы хотим мириться. Игорь, знаете, мне кажется, там у них взаимоисключающие вещи происходят. Вот я думаю, вот Путина колбасит, то, что называется, вот он в таком неустойчивом эмоциональном состоянии пребывает. Ну, в какие-то моменты он стабилизируется, он берет себя в руки. А потом опять какой-то вот раскардаш начинается. Ну, понятно, по понятным причинам все-таки враг наступает. То есть, если вообще чуть-чуть абстрагироваться от текучки, мы так чуть-чуть, вот глаз, что называется, замырился, когда каждый день наблюдаешь за процессом, да, погружаешься в текучку, и чуть-чуть теряешь возможность посмотреть на ситуацию со стороны. А если посмотреть со стороны, это же, ну, вообще какое-то невиданное позорище, значит, происходит. Великая Россия, великая российская армия гордится тем, что она держит оборону уже две недели как, и украинцы еще ее не прорвали. Ха-ха, как круто мы обороняемся. Ну, так, пятимся немножко, ну, не сильно. Они до сих пор нашу оборону не прорвали. Ну, то есть, если вот абстрагироваться, я говорю, а конкретики, а посмотреть вот с точки зрения дискурса, там, всего вот этого путинского дискурса, который он формировал на протяжении четверти века, ну, там вообще о чем говорим? То есть, ну, это же смешно, этим гордиться. То есть, они наступают, вообще, самый красивый факт, что Россия обороняется, Украина на спать, с точки зрения вот путинского дискурса, это нонсенс уже. Какая глупость вообще. Как такое может быть? Как это маленькое неполноценное, значит, государство, неполноценный народ могут вообще наступать на великую Россию? А тут такой Путин. Ха-ха, смотрите. Они наступают, и мы, значит, держим оборону. Уже две недели они не прорвали. Ну, слушайте, а вы полгода, ну, Бахмут пытались взять, вернее, там, год, да? Значит, и, короче, вот есть в целом вот это вот разительное несоответствие вот этих вот изначальных амбиций и микроскопического результата, вернее, отрицательного результата. И я думаю, внутри Путин вот это чувствует, осознает, в какие-то моменты он об этом вспоминает, и его вот начинает колбасить. Ну, не может его не колбасить вот в связи с этим, потому что это такое, такая звонкая пощечина, причем, ну, пощечина, которая, понимаете, не по какому-то частному вопросу, а мелочь какая-нибудь, да? Ну, там можно стерпеть. Ну, то есть, если у тебя там 10 тысяч других успехов, а то где-то в одном месте какая-то неудача, ну, и... Ну, так это же главный вопрос. Вот это вообще венец его, так сказать, творений всех, главное дело его жизни, вот этот подъем с колен, военная мощь, значит, геополитические успехи, ну, то есть вообще вот все то, чем он занимался, о чем он там бодро рапортовал россиянам, чемпионом в области чего он считался, и вдруг такой вообще коллапс. Это, ну, дело всей жизни рухнуло без преувеличений. И вот, ну, он не тот человек, который вот сможет это пережить, он же очень амбициозный, он же себя реально в один ряд там с великими историческими деятелями ставит. Даже Лавров об этом, как проговорился, сказал, да? Да и сам Путин говорил, помните, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем. Вот, то есть он себя вот, как там у Маяковского, я себя под Лениным чищу. Вот, и поэтому, и он, в общем, вот время от времени впадает вот из-за этого разительного несоответствия между тем, что он хочет и тем, что он имеет, он впадает в такой вот раскардаш, и так его вот начинает плющить, и, да, и поэтому его вот бросает туда-сюда. И он и одновременно, то есть в один момент, он уже смирившись с тем, что победить не удалось, там хочет мира, то есть уже рационально, вот в этот момент он думает просто о том, как ему удержать ситуацию, да? И затянувшаяся война, да еще проигрываемая, очевидно, ему, которая съедает все ресурсы, какие есть в стране окончательные, а, и, очевидно, она ему невыгодна, она ведет к революции, как когда-то вот Первая мировая привела к революции 17-го года, вот прямо в том же направлении движемся. И это ему невыгодно, и он это понимает. Вот в какие-то моменты в нем рацио, логика побеждает эмоции, и он, ну, так там, дает установку «мир любой ценой», а потом опять у него эмоции, да как, какой мир, с кем, значит, с украинцами, с Зеленским, значит, да, их будем, там, в крайнем случае, бомбу заводят, да, и вот опять эмоции опять у него начинаются. И тогда он начинает храбриться, и там, в общем, говорит, ну, нечто другое по отношению к тому, по поводу чего он дал установки только что. Понимаете, ну, то есть, вот неуравновешенность такая эмоциональная, разблансировка, она ведет к тому, что вся система выглядит непоследовательно. То есть, она то мира хочет, то войны, потом опять мира, опять войны, вот ее так и плющит.